здравствуйте дорогие друзья мы с вами давно не встречались и в общем-то по приятной причине в силу переезда в новое помещение вот наконец в новом помещении мы снимаем первое видео в качестве первого видео у нас сегодня ответы на вопросы которые часто задаются собственно мы собрали вопросы которые возникают с разных сторон в том или ином виде и в общем я постаралась на них ответить вопрос 1 почему вы можете лечить аутизм как это работает этот вопрос задают все тем или иным способом даже те которые видят как это все происходит все равно не понимают ну я попробую рассказать такие попытки я уже естественно делала но видимо недостаточно аутизмом в наше время называется комплекс симптомов говорящих о том что ребенок остановился в своем развитии ну там не только остановка там конечно хуже вещи и список симптомов включает как ментальные отклонения так и неврологические симптомы указывают на нарушение функционирования центральной нервной системы ребенка при этом в общем ничего не говорится о том почему это произошло то есть симптом есть значит все относит это к аутизму при этом один и тот же симптом у разных детей может вызываться разными причинами и как каждый ребенок имеет целый комплекс этих симптомов при этом каждый ребенок уникален то есть нет двух детей с абсолютно одинаковыми комплексами то есть они все чем-то друг от друга отличаются на основании нашего опыта мы рассматриваем симптомы аутизма как проявление органического повреждения центральной нервной системы поражение центральной нервной системы может сопровождаться органическими же повреждениями других органов наиболее часто встречаются поражения желудочно-кишечного тракта довольно специфического типа и гормональные нарушения бывают всякие другие еще вещи но это уже не очень распространено это уже скорее более индивидуально за последние несколько десятков лет количество детей с отклонениями в развитии сильно выросло причину этого пока не выявили и тем не менее проблем существует ширится ее надо как-то решать в мире уже было и есть продолжается очень много попыток вылечить аутизм некоторые схемы лечения дают неплохие улучшения хотя бы у некоторых детей некоторые приводят к катастрофическим результатам при которых состояние ребенка ухудшается иногда вплоть до гибели не буду здесь перечислять дабы не вызывать соблазна к сожалению на сегодняшний день существует немного научных попыток понять что же такое аутизм есть несколько американских исследований тканей мозга умерших детей с аутизмом которые подтверждают наше мнение о том что аутизм вызывается органическими повреждениями центральной нервной системы но почему-то о них мало известно обычной публике эти исследования не масштабны в них не выделена тяжесть состояния есть много других ограничений видимо проблема на сегодняшний день еще не дошла до той точки когда фундаментальные исследования получат должное финансирование есть довольно много родителей даже психологов которые убеждены почему-то что аутизм это тяжелое психологическое состояние ребенка отсюда у родителей возникает очень сильное чувство вины а также окружающие которые предполагают что это вот психология же спрашивают родители как это вы умудрились довести вашего ребенка до столь тяжелого психологического состояния например одна мама рассказала что соседи снизу они живут многоэтажном доме и и очень стыдили за то что ребенок постоянно орет укоряли и что она плохо его воспитывает не может привить ему понимание что он мешает соседям тогда эта мама просто вывела сына к соседям и предложил самим ему объяснить как себя надо вести понятно что соседи попытались и были очень разочарованы результатом от этой мамы отстали просто поняв что с ребенком есть какая-то реальная проблема поэтому думать что это только психологическое состояние могут только люди которые никогда не сталкивались с такими детьми лично любой кто должен ухаживать за таким ребенком обучать его на ежедневной основе понимает это не психологическое состояние это состояние физиологическое органическое есть что-то что физически не дает этому ребенку обучаться вызывает его агрессию и всякие другие явления и да в общем это не секрет что многие из этих детей затрудняются обрести самые базовые навыки например навыки личной гигиены начиная с похода в туалет это просто часть заболевания хотя упоминание об этом шокирует некоторых людей странных которые считают стыдным или глупым само упоминание о таких неудобных фактах ну вот закончив это лирическое отступление вернусь к теме вопроса что же мы делаем такое что позволяет детям резко улучшаться а во многих случаях и полностью выздоравливать мы много лет занимаемся классическим целительством и знаем как опытный и талантливый целитель может воздействовать на больной орган нет я конечно не говорю здесь про филиппинских целителях это очень интересно но вот как-то не довелось мне составить собственное мнение о том что они делают я говорю о методиках так сказать более известных на западе в частности в россии в ссср так сказать как от блаженной памяти и так что же такое целительство целительством принято называть различные техники которые используют человеческую энергию эти методы существовали всегда и во всем мире один из самых распространенных методов это целительство с помощью наложения рук на тело исцеляемого собственно классический вариант целительства самый классический исторически известно что английские французские короли могли исцелять таким образом некоторые заболевания и любой кто посетит вестминцерское аббатство может с легкостью в этом убедиться там написано такими методами пользовались и пользуются священники различных конфессий в советском союзе этот феномен глубоко изучался и были засекреченные проекты где исследовались такие неочевидные возможности человека во времена перестройки многие материалы этих исследований стали доступны всем интересующимся собственно они в большинстве своем доступны и сегодня хотя сегодня уже не так просто отделить зерна от плевел в плане достоверности информации ну естественно много из этого было коммерциализировано и в общем соответственно искажено помимо этого появились новые методы позволяющие в том числе исцелять некоторые болезни параллельно с исследованием проводимыми в ссср в других странах тоже возникали новые методики целительства некоторые на основе традиционных некоторые совсем новые традиционно может быть отнесена практика цигун и целительство основанное на этих методиках к новым может быть отнесено японское целительство рейки традиционный вариант и техники типа краниосакральной терапии на самом деле есть гораздо больше это просто то что наверное очень известно при том что краниосакральная терапия средоточивается только на очень конкретной теме как восстановление краниосакрального ритма даже вот при этом ограничении техника в руках мастера может давать очень впечатляющие результаты человеческая энергия используется также во всех техниках которые предполагают касание другого человека то есть это у нас будут любые виды массажей иглоукалывания все другие техники и эффективность каждой конкретной методики зависит в первую очередь от того кто именно лечит какое отношение целительство имеет к аутизму мы занимались целительством много лет в качестве хобби изучали различные методики и способы их применения мы давно знали что целительство это отличный способ для избавления от многих хронических заболеваний среди заболеваний в которых эти методики в нашем исполнении наиболее эффективны это различные хронические воспаления нарушение кровообращения некоторые виды дистрофии тканей и другие отлично заживают различные травмы возможно восстановление после инсультов и многое многое другое естественно эти методы имеют свои ограничения например при острых состояниях лучше помогают таблетки а иногда даже хирургическое вмешательство но очень большом спектре хронических заболеваний естественные методы помощи работают лучше чем таблетки убирая именно причину они только симптомы узнать что эти методы и наши способности заодно помогают при аутизме нам довелось помогая собственным детям у нас получилось и мы это расцениваем как божье чудо потом занимаясь другими детьми мы убедились что наиболее частая причина аутизма вызывается воспалениями в некоторых структурах головного и спинного мозгов приводящими к остановке роста клеток в пораженных участках а с возрастом приводящими к дистрофии нервных тканей во многих случаях мы видим что воспаление имеет тенденцию распространяться на окружающие ткани и что приводит к ухудшению состояния ребенка родители это тоже видят по появлению новых нежелательных симптомов болезнь развивается медленно ее прогресс занимает годы но результаты бывают ужасны когда удается справиться с воспалением то уходят симптомы ребенок становится обучаемым начинается его развитие воспаление в нервных тканях это не единственная возможная причина аутизма за prr и прочих отклонений в развитии есть немало ситуаций когда причина повреждения каких-то частей центральной нервной системы другая например гормональные нарушения у матери во время беременности гипоксия всякие другие причины и при этом состояние ребенка может быть даже стабильным может не ухудшаться со временем а при этом ребенок будет иметь задержку развития который никуда не девается и в общем с возрастом как бы никуда не исчезает и в этих таких случаях удается создать условия для восстановления поврежденных тканей роста новых клеток после чего у такого ребенка также начинается развитие вот это ответ на один вопрос следующие вопросы будут в другом отрывке видео так что это закончилась первая часть академия